так посмотрим много ли писем так что поехали николай всем здравия брат железов здравствуй бессмертная добрый вечер галина блинов хорошие настроения здравия колесников доброго времени суток татьяна всем друзьям растительного мира так татьяна и так звалась она татьяна знать бы которая татьяна так тверь борис соловьев всем добра света валентина курган добрый вечер александр здравствуйте снегирев доброго времени суток всем добра и мира мирослава зубина всем добрый вечер там не померешь с этим количеством семян я уже за тебя переживаю столько нахапать но вот будьте здоровы вот наталья доброго вечера получила ваша шикарная книги да про книги скажу ни одного недоброго слова за все года ни одного другое дело что эти книги можно было бы заменить ими учебную программу целиком позади у нас все что поручается чиновникам и дается команда сейчас давай гоните переделывать будем вывески изменяем думать что у нас будут технику Bouygott news month iş продать как пока бак обади к плак Ровно ноль Даже минус Потому что время потеряно Вместо того чтобы учиться Хотя бы уколы ставить Идем дальше Значит Если бы Наш кто-то порвался наверх туда Вот Может быть будучи там советником Путина Но таких наоборот не держат Вот Таких не берут космонавты И получается что Эти книги могли бы Ну чуть-чуть подправить Уже можно назвать учебником Вот эту книгу например Вот это Ну поневольно получилось Это готовый учебник Готовый И вот тогда уже точно может вырастить сад А то что сейчас Она даже Бессмыслица какая-то Она не направлена на то чтобы человек хоть что-то умел Набор Научных Терминов Не нужны в жизни Вообще Никогда Никак Вообще Если бы вы знали Вы понимаете как получается Человек закончил школу Он тут же забыл все Ну а большинство И не знало даже Вообще не знало И все на этом А потом Перейдя на руководящую роль Будучи Вся ее Помощь направлена Исправлю Исправлю Не надо Сколько У меня же дети подрастают Им придется Они сядут на уроки Дебильной биологии Не допущу Сейчас А нет Альтернатив Конечно Есть В Сибири Растут сады Да какие сады В Сибири Растут Тогда Смысл то Зачем биологию То учить Зачем Тысячи терминов Непереводимых Бессмысленных Непонятных Вы посмотрели Как преподавали 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 В этом В 11 классе Биологии В школьном 11 классе Преподаны Законом Энделя Это Чудовищно Это невероятно А ведь А это же сделано Для кого Для чего Ни один Никогда Не поймет Бессмыслица Абсолютнейшая Стопроцентная Зачем За что Главное Даже не зачем Запустим Враг Прокрался При Сталине Потом бы Пристрелили Быстренько Раз и это И 10 лет Без этого Без переписки Почему Ты же Падла Людям Решил И все Нагадить Чтобы у нас Оно не было Вывод был бы такой А сейчас Это нормально И сейчас Опять перейдет Это дальше А вот этого Что я сейчас Показывал Никогда Не будет Сколько тут 1200 учебников На всю страну А мне надо Выговориться А все думаю А вот 58-го раза Вдруг Ведь когда-то же Кто-то же Поймет Что нам Сады Нужны России Сады Болезней будет Меньше Зубы сыпаться Не будут У детей Зубы сыпятся Я уже В отчаянии Говорю Только сейчас Опять пришлось Деньги давать Совершенно Детям Которые Даже не знают Что я на свете Живу Зубы сыпятся Вот Сегодня я клянусь Богом Я только 10 тысяч Передал Для девочек Которая Конъюнктивит Еще что-то там Ей только 1200 надо заплатить Чтобы капли А у них нету У него мама Инвалид У них нету денег Вообще Нету денег Константинович Помоги И некому Обратиться И никто Никогда Не даст И очки У нее же зрение Разрушается А ей 15 лет Невеста Что же Творится Такое Ну всех Я не могу Мне дайте Миллиард Я вот тут же Разделю На всех Я умудрюсь Ни копейки Себе не оставить Может быть Первое Найдется Человек Который Не возьмет Себе Ни копейки Вчера Или позавчера Вот это Самое Ответственное Должность Называется Начальник Отдела Таможня Таможня Самая жирная На свете Начальник Отдела Таможни По борьбе С коррупцией Взял взятку Его Это арестовали Так Уже Ни одного В стране Найти не могут Порядочного А они есть Это я Да да Только я не Прошусь На эту должность Меня быстро Оттуда выкинуть Или застрели Вот Но система Должна работать Я сейчас Только про науку Только про А потому что Она очень близка Мне Вот Ничего не делается До того чтобы Сады были Там же учат Детей Будущих Этих самых Специалистов Как Количе Деревьев Выговорился Идем дальше Так Итак Итак Получила Вашу шикарную Книгу Спасибо Вы меня Возбудили А я Даже Лишнего Понаговорил Состаг Привет Из Питера Держимся Бухтияра Привет Из Казахстана Сергей Александрович Здравствуйте Юрий Желинов Ну-ка 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 Что-то Брат мой Разговорился Вопросы Счата В Ютубе Елена Яковлева Валерий Косович Доброго дня Ваши семена Косочек Абрикосы Вишни Сливорека Я получила Вы мне еще Подарок Положили себе На грушу Суриска Что мне сейчас С ними делать Вот так вот Не было подарка И головы Боли нет Елена Яковлева Для опыта Я посадил Семена Из покупных Яблок Голд Они мне Взошли Все Четыре Из четырех Что с ними делать Я не знаю Будет ли толк Я проживаю Ковой скорости Елена Это вы потом Скажете Замерзли Не замерзли Дошли до Плодоношения Шанс у вас Пять процентов Даже два процента Итак Я даю Только совет Максимально Увеличить Возможность Проживания Хотя бы До плодоношения Отрезайте Все время Центральный Проводник Растите В этой Полуукровной Форме Пусть Боковой ветки Растилаются Понад землей Никаких Искусственных Штабов Вот Не бояться Снега Можете Вы знаете Что у нас Сотни лет Сады Растили Под снегом Вот Бойтесь Мышей Так как Не только Штаб Будет Под снегом А много Вкусных Веток Будет Под снегом Мыши Быстро Разберутся С вашим Голденом Они вкусные И у них И шатей У них И кора Вкусная Вот Поэтому Защитите От мышей Это отдельный Разговор И растите Так чтобы Хотя бы Пол дерева Скрывалось Под снегом А Если это Голд То это Очень Шикарные Яблоки Шикарнейшие Вот Все Что хочу Сказать Ну Семена Усурийской Груши Прорастут Садите Пока Груд Рук Хотя бы С густотой Но Если не Морковки Полежи К Этим Самым С густотой Ну Например Помидор Ну Чуть Гуще А Там Дотовые Вебинары Научитесь И привать научитесь Это подвое Вот Наталья Ярошина Олег Прививки Прищеп 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 Наверное Вращеп Оставлять Оба серенка Привое Или Слабо Ударить Ничего не делать Врастет Себе Простет Ничего его трогать Ничего не делать Если надо Вот сам Так Татьяна Федосеева Здравия Освенец Всем привет Смотрите Здравия Захия Привет Так Наталья Ярошина В каком месте Обрезать Однолетние Саженцы На Привой Какой Длины На Какой Высоте Господи Это Целый Вопрос А сейчас Такой Длинный Значит На Какой Высоте Значит Цитирую Даже Не себя Я Это Встречал Не раз Итак Ветки Выбирается Это Прирост Последнего Года Солнечной Стороны Боковой Ветки На Максимальной Длине Обычно Это Так Я С этим Согласен Можно И Вертикальную Ветку Считают Что Вертикальную Не берется Но Люди Не забывают Что Такой Сеяние У Него Мощная Вертикальная Ветка А Когда Ветка Привитая Большая Почка Она Может Быть Такой Жи Боковой Просто Поневолю Она Стала Вертикальной Тоже Можно Брать На Прививку Оставляет 3-5 Почек Вот В каком Месяце Самое Главное Как Есть Специалисты Вот Умри Но Не Обрезай Пока Не Не Отрезай На Прививку До Самой Весны А Если Мороз А Потом Отрезал А Она Уже Подмерзшая Или Ты Еще Не Знаешь Что Подмерзшая Ой Привил Мертвую Ой Привил Мертвую Я Предпочитаю Отрезать Я Себя Цитирую После Первых 15-20 Градусных Морозов Естественно Чтобы Ни одного Листочка Не Было Вот Это Ноябрь Декабрь В Ибири Так Ну Когда Начинают Прививки Прививки Начинают С началом Сокодвижения Сокодвижения Судите Например По этим По березу Очень удобно А так Если Дерево Одно-двухлетнее То есть Небольшое Оно Начинает Сокодвижение Когда Оно Оттаяло Вот так Земля Уже Начинает Сокодвижение Если Вы Приваете В скелет А дерево Может быть Полтора метра Два с половиной И в скелет В скелетной ветке Они позже Просыпаются У них еще Корни не проснулись До конца Надо Чтобы уже Вообще Вот так Бурлила Бурлила В них жизнь Ну Подождите Пока Оттает на полтора Штыка Лопаты Вот тогда И Приваете Хорошее Время Так Можно Заказать Книгу Нужно Заказать Книгу Можно У меня Еще Две Книги Есть Вот Цену Поднял У меня Осталось Десяток Книг Под названием Записки Зачарованного Садовода Вот И Полторы Тысячи Стоит Вот эта Книга Она у меня Под рукой Вот она Пожалуйста Ну они Тому стоят Я считаю Что Лучше Подарка Вообще Не придумаешь Особенно Для дачи Единственная Возможность Вырастить Сад С помощью Гниги Вот У меня Там Забиты Полки Теми Книгами Прежних Времен Это Ужас Какой-то Ужас Так Все Под копирку Скажем Так И Получается Что Допустим Вы Можете Мне Ватсап И заказать Эту Книгу Ватсап Легко 8 960 776 8672 Хочу Одну Книгу Допустим Номер 2 Хочу Номер 3 Книгу И Пожалуйста Там Переписка Перейдет Туда Или Голосовая Почта Там Закончим Это Говор 3 Туда Туда